Здравствуйте, уважаемые зрители! Все чаще и чаще на тропинках стала встречаться неразросшаяся пернатая армия. А во взглядах некоторых из них считалось, как мне казалось, напоминание о скорых холодах. В общем, возникла срочная необходимость переселения. Первоначальный вариант куриного домика, ютивший около трех лет внутри себя от трех до пяти особей, стал явно мал. И хоть и выглядит он неказисто, но вполне успешно справлялся с сохранением популяции даже в сильные морозы. Естественно, все стены и двери утеплены минеральной ватой. Плюс 100-ваттная лампочка всегда помогала курочкам выживать зимой. Ну а летом в этом домике пернатые динозавры откладывают яички, спасаются от крупных хищников и ночуют. Но с приходом осени и первых заморозков, а также неожиданным подарком судьбы в виде падения цены на стройматериалы, было закуплено все необходимое для встройки курятника 2.0. Вводные условия при проектировании следующие. Возможность постоянного проживания до 10 птиц. Работа оператора по обслуживанию в полный рост. Быстрая сборка и разборка для смены места дислокации при помощи одного строителя, без применения тяжелой техники. Отсюда вытекает модульная конструкция из готовых панелей. Электрическое освещение и инфракрасный подогрев также необходимы. Все панели естественно утеплены, пол дополнительно усилен и является элементом, на котором как карточный домик собирается все остальное. Второй по ходу пьесы является достаточно сложная вторая панель, где элементами двери становились сами вырезанные куски ОСБ плиты. Внутренним каркасом служит брус 40 на 40, можно применять 30 на 40, ну или по желанию, в зависимости от морозности зимы и требуемой толщины утепления. Главное не забывать, что конструкция должна получиться легкой. Предусмотрено окно со стеклением для естественного освещения. В процессе сборки панелей родилась концепция керметизации стыков за счет естественной гибкости каркасных элементов, что полностью исключило необходимость применения дополнительных прокладок между панелями. Первая прикидка вживую, раньше видел такое только на эскизах и в голове. Усиленный арголитом пол получился самым тяжелым элементом, при этом он прекрасно держит нагрузку. При сборке необходимо обязательно оставлять припуск для дальнейшей герметизации каркасных элементов. Также первоначальное закрепление является чисто технологическим, но после окончательной сборки усиливается дополнительным крепежом, когда все стыки уплотнены и загерметизированы. Все-таки дерево прекрасный конструкционный элемент по совокупности своих качеств. Всегда приятно смотреть на три вещи. Как горит огонь, течет вода и работают другие. Не все панели вошли в таймлапс, но принцип, я думаю, понятен. Вот так, например, рождается потолок. При расчете потребного материала для строительства, в ход пошли даже все обрезанные элементы. Так-так, спокойно, терпение, всему свое время. На новоселье вы будете приглашены в первых рядах. Вторая по сложности панель со входом для обитателей. Гильотинного типа. Гильотинного типа. Гильотинного типа. Саму задвижку установим чуть позже. Все поверхности готовы. Четыре стены, потолок и пол. Осталась крыша. Ее по возможности тоже делаем легкой, но прочной, так как зимой она будет держать на себе всю тяжесть снега. Ведь угол ската на ней предусмотрен совсем небольшим. Для закрепления андулину пригодились старые шайбы от стандартных шурупов крепления профнастила. Естественно, сами шурупы придется заменить на более длинные. Куда тебя тянет морда полосатая? Сборка последнего элемента закончена. Приступаем к сборке на месте зимней дислокации курятника 2.0. Общая масса конструкции позволяет смонтировать его на что угодно. Свободных бетонных блоков нет, но и кирпичи сойдут. Первая прикидка по месту. Еще без выемки стыковочных элементов из панелей. Вот здесь как раз видно, что внизу извлечен несущий стыковочный элемент. Дальше он плотно прикручивается к полу, прекрасно уплотняя стык. Затем в него уже вставляется панель и закрепляется боковыми саморезами. Это касается всех нижних поверхностей панелей, в том числе и боковых. Небольшие неплотности могут остаться только в уголках, но их заизолировать уже гораздо проще. Сгущаются сумерки, поэтому видеосъемку пришлось прекратить. Но работа продолжалась даже в темноте. И наутро взора домочадцев явился чудо-теремок. Уже готовый к внутренней отделке. Вот такие неплотности могут служить также для естественной вентиляции. Они есть как внизу, так и вверху. Из остатков USB паяем два комфортных гнездовья. Как говорят профессионалы, этого достаточно для 10 куриц. Несущие элементы внутри панелей позволяют менять количество гнезд и менять места их закрепления. Стекло делаем двойным для исключения запотевания и улучшения теплоизоляционных свойств. Внутри установлены диодные лампы и лампы нагрева в керамическом патроне. Управление же электричеством выведено наружу под крышу, для исключения намокания. Практически все работы закончены. Террариум готов к принятию постояльцев. Также установлена скатная защита гнезд. От любителей походить по головам коллег по цеху. Все места уже заняты в соответствии с купленными билетами. Осторожно, двери закрываются. Наш корабль отправляется в зимнее плавание. Спасибо за внимание. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»